Чтобы стать богатым, вы должны зарабатывать деньги, пока спите. Знаете ли вы, что свою первую инвестицию в размере 300 долларов Рэй Даллио сделал еще в 12 лет? Такой маленький финансовый шаг позволил ему сколотить состояние, будучи несовершеннолетним, и на долгие годы закрепить свой статус успешного инвестора. Число подражателей Даллио стремительно растет с каждым годом. Но сам миллионер уверяет, что его успех основан вовсе не на доктринах денежных вложений, а является результатом правильной работы его мозга. Когда ваш мозг нацелен на обогащение, вы начинаете мыслить иначе. Взгляните на главных предпринимателей нашего времени – Илон Маск, Тим Кук, Джефф Безос. Они совсем не похожи на тех, кто вкладывают в индустрию силу. Эти люди не работают, они мыслители. Весь их рабочий день складывается из раздумий, рассказывает Даллио. Конечно, по мнению миллиардера, не все люди способны умом притягивать миллионы в свой карман. Рэй считает, чтобы обрести такое умение, нужно строго придерживаться всего нескольких законов финансового мира. Именно о них прямо сейчас вы узнаете в этом видео. Приветствую на канале Заметки миллионера. Хотите научиться притягивать деньги в свою жизнь? Тогда скорее подписывайтесь. В одном из свежих интервью Чарльзе Роузу миллиардер Даллио признался, что за последний год увлекся изучением психологического фактора богатства. На это его вдохновили такие книги, как «Новая поведенческая экономика» Ричарда Таллера, «Кошелек или жизнь» Вики Робин и «Фри экономика», над которой работал Стивен Левитт со своим коллегой Стивеном Дабнером. За последние пять лет мир финансов пережил множество потрясений, которые заставили его измениться, вернее сказать, ассимилироваться. Бизнес, рынок инвестиций, банковская система – все это теперь имеет иную форму взаимодействия с человеком. И мне кажется, что теперь она основана не на физическом труде, а на стратегическом мышлении. Тот, кто мыслит правильнее всех, зарабатывает больше, говорит Даллио. Миллиардер провел долгую аналитическую работу, прежде чем сделать такие выводы, и изучил стратегию ведения бизнеса самых богатых предпринимателей мира за последние несколько лет. По словам Рея, большинство из них перестроили свои принципы заработка и стали больше уделять времени работе с личным мышлением. Даллио сумел даже заметить общие приемы, которые помогают в сегодняшних реалиях перестроить склад ума и сосредоточить его на притягивании денег. Именно их миллиардер называет новыми законами обогащения в финансовом мире. «Самое время переписать свою книгу, потому что с помощью этих законов теперь мы будем зарабатывать миллионы», – констатирует Рейдаллио. Спросите себя, готовы ли вы с сегодняшнего дня двигаться, а самое главное – достигать своих финансовых целей. Если да, тогда законы Рея Даллио, которые вы услышите далее, помогут вам сделать это быстро и с легкостью. Любая проблема – теперь это денежная жила. Будьте проактивны в каждом событии, которое происходит на вашем пути. Успешные люди и особенно миллионеры занимают активную жизненную позицию перед лицом открывающихся возможностей. Например, когда они сталкиваются с проблемой, у которой нет решения. Они не жалуются и не думают, что все кончено. Они видят уникальную возможность для бизнеса. В отличие от них, большинство людей реагируют пассивно. Они ждут, когда жизнь их подхватит, ждут, что произойдет. Большинство не способствует переменам, не говоря уже о том, чтобы предвидеть их. Большинство просто плывет по течению. А реальность такова, что плыть по течению не сделает вас миллионером. Создание потока из проблемы или ситуации может привести к тому, что вы получите ответ на свой вопрос о том, как привлечь деньги. Откиньте слабость, ищите силу. Нам внушили, что мы должны работать над своими слабостями. Ребенок, который хорошо успевает по математике, но не по естественным наукам, обязан посещать научные курсы, даже если они ему не нравятся, потому что мы должны быть универсалами. Один из основных секретов разума сегодняшнего миллиардера – перестать думать, что вы должны быть хороши во всем, а сосредоточиться на своих сильных сторонах и использовать их в полной мере. Если вы определили область, в которой вы можете преуспеть, в которой у вас есть врожденные способности к самовыражению, и в которой есть люди, готовые платить вам, сосредоточьте на ней все свои силы. Фундаментальный капитал – ваша самооценка Миллиардеры не жалуются на жизнь, думая, что они недостаточно хороши или не заслуживают завидной жизни. Вы должны обратить внимание на разговор, который ведете с самим собой. Если ваш диалог с собой негативный, постоянно критичный и вызывает низкую самооценку, вы никогда не станете богатым и не достигнете ни одной цели или задачи, которую ставите перед собой. Применяйте техники медитации, которые позволяют вам доминировать над своими мыслями. Каждый день будьте благодарны за то, что у вас есть. Мечтайте и визуализируйте все, чего вы собираетесь достичь. Это необходимо для того, чтобы научиться быть лучшим человеком. Не говорите себе, что вы не способны, а лучше спросите себя, кем вы должны стать, чтобы ваши мечты осуществились. Когда у вас появятся большие достижения, ваша самооценка начнет расти, а более высокая самооценка вдохновит вас на достижения все больших и больших свершений. Все умные богатые начинают, как глупые бедные. Один из ключей к пониманию того, как привлечь деньги в свою жизнь, это осознание того, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего вы не понимаете, от чего не получаете удовольствие и чем не владеете в совершенстве. Если вы хотите добиться успеха, если вы хотите достичь миллионов, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов, специфические потребности своих клиентов и стать экспертом в определении возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать. Вы начнете находить способы добавить ценность, повлиять на этих людей, а значит, начнете пожинать плоды. Отказаться от негативного мышления Есть много предупреждений о том, что вы никогда не станете миллионером, и одно из них – думать о том, что у вас нет того, что нужно, чтобы стать им. Другая тревога – думать, что деньги – это плохо, связывать их с амбициями, жадностью и даже с одной из главных причин многих зол в мире. Как же вы собираетесь привлекать деньги, если у вас с ними негативные отношения? Привлечение заключается в том, чтобы изменить свои представления о деньгах и развить менталитет миллионера, который позволит вам рассматривать их как инструмент, позволяющий достичь великих свершений в жизни. Второе – осознать, что вы способны достичь этого, что у вас есть навыки, и что когда вы это сделаете, вы сможете положительно повлиять на жизнь других людей. Как только вы это сделаете, вы подготовите свой разум к работе над тем, чтобы стать богатым. Как стать богатым, просто думая Сложно поспорить с тем, что наш мозг – это маленький компьютер, который действительно можно запрограммировать на денежный успех. Но Рэй Далио подчеркивает важность осознания того, что это всего лишь инструмент достижения богатства. Только в умелых руках можно использовать всю его мощь и ожидать достойный результат. По сути, несмотря на всю простоту сказанного, Далио проводит сложную параллель между обычным мышлением и инвестициями, бизнесом, другим пассивным доходом. Если вы стремитесь разбогатеть, в первую очередь сосредоточьтесь на своем потенциале, личном опыте и возможностях, которые он предоставляет. Ваш мозг – это магнит для денег. Главное – использовать его и действовать в правильном направлении. Тогда удача будет с вами, а результат не заставит себя ждать. Будущие миллионеры, пишите в комментариях, какая ваша любимая книга о финансах и почему. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче. Субтитры создавал DimaTorzok